Кабинет Музей Ученого Кабинет находится в читальном зале Архангельск, открытие которого состоится 19 ноября, день покровителя нашего города Архангела Михаила. Евгения Ивановича Овсянкина по праву называют летописцем нашего города. На стенде, что за моей спиной, находится карта Архангельска, на которой отмечены места, связанные с творчеством ученого. Здесь библиотеки и архивы, в которых он работал, предприятия, об истории которых он писал, университет, здесь он учился и работал, особняки архангельских купцов, о них Евгением Ивановичем написана монография и много статей. На карте также издательства и типографии, где печатались его книги. Основные вехи биографии ученого также представлены здесь, и, конечно, цифры. 29 отдельных изданий, общим тиражом более 125 тысяч экземпляров, вышло из-под его пера. Часть книг представлена на правом от вас стеллаже. Вверху стенда приведены замечательные слова. За 50 лет научной деятельности Евгений Иванович Овсянкин воздвиг свой Эверест, восстановив историю древнейшего края нашей Родины, Русского Севера. Эти замечательные слова принадлежат Олегу Владимировичу Овчинникову, другу Евгения Ивановича, автора концепции, вышедшей в 2013 году книги «Воспоминания». Олег Владимирович, вам слово. Глубоко уважаемые родные, товарищи, друзья, я все еще продолжаю находиться в статусе ведущего всех юбилеев Евгения Ивановича, начиная с его 50 лет. И как тогда я испытывал волнение, точно такое же волнение и сейчас. 67 лет исполняется сегодня с того момента, когда Евгений Иванович пришел сюда работать в библиотеку. И он вернулся сюда уже, но теперь на новом витке, на новом уровне. Если говорить о том, какое место на поле науки занял Евгений Иванович, то мы скажем, что его поле очень и очень велико. Это очень глубокий, умный, тонкий исследователь, профессионал. И когда мы заново листаем его работы, смотрим архангельский купеческий, значит, на изломе истории, история архангельских комбинатов лесопильных, то всюду мы видим его глубочайший профессионализм. Так немножко бы опускаясь на бытовой уровень, я скажу, что это первое качество – расшифровать смыслы. Вся история человечества и жизнь наша – это смыслы, расшифровка смыслов. И когда Евгений Иванович читает о том, как купец пишет, что сделал то-то, 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 но я до того доработал, что катанцы у меня стали розны. Для молодого поколения эта фраза ничего не значит, но, он говорит, валенки у меня стали дырявые. Это в переводе с холмогорского языка. Так надо было, переработав, как Маяковский говорил, что стихи писать – это в грамм добыча в год труду. Я не думаю, что так тяжело. Тяжело в грамм добыча в год труды, научные труды, особенно историку, потому что надо ворваться в ту эпоху, понять смысл той эпохи. Но это половина дела. Вторая половина у Евгения Ивановича заключается еще и в том, что он, как и любой ученый, защищает и является проводником интересов той цивилизации, в которой он живет. И это, он говорит, я шестидесятник. А шестидесятник в лучшем понимании этого слова – это человек, воплотивший в себе лучшие черты русских, российских и советских исследователей. Честность, порядочность, стремление увидеть правду в лицо. Великолепное он оставил наследие. И оно сверхценно в том, что это на изломе истории. Потому что это дает методологию, это дает ключ посмотреть. Таких изломов в России было в 1612, 1917, 1993. И многое в этом ключе, в этом алгоритме этих трех великих трагедий нашей истории повторяется. Поэтому, сегодня говоря о Евгении Ивановиче, моя самая большая мечта в том, чтобы эту эстафету подхватило новое поколение таких же умных, интересных историков, которые уже на междисциплинарной основе – историк, социолог, философ, лингвист и так далее – уже на междисциплинарном уровне, используя его богатейший материал, сделали новый шаг в развитии науки. Год назад университет презентовал сайт, посвященный великому краеведу. За прошедшее время на этом сайте размещены полные тексты, ряда книг и статей ученого. Сегодня мы представляем новый раздел, раздел, который называется «Интерактивная карта». Слово разработчику раздела и сайта Ивану Петровичу Овсянкину. Здравствуйте. «Интерактивная карта» размещена в разделе «Личность» и указывает на объекты в городе и области, связанные с научной и просветительской деятельностью Евгения Ивановича. Для каждой точки заданы географические координаты. В настоящее время на карте отмечены и сопровождены кратким описанием и, как правило, фотографией более 40 объектов. Это места, где Евгений Иванович жил, работал, о которых писал в своих книгах и статьях. Например, это родная Тарня, деревня Шульгинская в Шенкурском районе, Архангельский пединститут, Государственный архив Архангельской области, Добролюбовка, чьим почетным читателем он был, издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера», в котором напечатаны многие его книги, «Общество Норд». Часть объектов сопровождают ссылки на работы Евгения Ивановича, полные тексты которых также размещены на сайте. Карта по факту будет выполнять и навигационные функции. В дальнейшем на карте будут появляться новые объекты. Так, сегодня здесь появилась еще одна точка. Это кабинет музея ученого в интеллектуальном центре научной библиотеки САФУ. 8 октября в газете «Архангельск» была опубликована заметка «Овсянкин в твоем телефоне». В ней рассказывалось о мобильном приложении «Имена архангельских улиц», сделанной по одноименной книге Евгения Ивановича. Это приложение стало победителем международного конкурса «Постигай Арктику-2015» в номинации «Сохрани исторического и культурного наследия освоения Арктики». Представляю вам своего соавтора разработки, магистранта Института информационных и математических и космических технологий Елену Кузьминскую. Идея создания такого приложения по книге Евгения Ивановича Овсянкина загадилась еще 7 лет назад. Тогда было создано флеш-приложение для использования на компьютере. В прошлом году было решено сделать этот проект более доступным и современным. Так, чтобы узнать об истории улиц, можно было на экране мобильного телефона. На видео вы видите экран загрузки приложения. Далее пользователь попадает на карту с отмеченным местоположением, может сразу же прочитать информацию о текущей улице. Кроме текстового описания, на экране улицы есть фотоматериалы. Их просмотр возможен как на крисвайдере, так и на полном экране, что удобно при использовании планшета и пейзажной ориентации. Улицы с достопримечательностями имеют соответствующую иконку, позволяющую посмотреть список мест. Предусмотрены и альтернативные способы поиска улиц. Через экраны «Избранное» и «Поиск». Поиск выполняется как по текущему, так и по историческому названию. Информацией можно поделиться в социальных сетях или скопировать ее в буфер обмена. В приложении есть сведения как о его авторах, так и организациях, осуществляющих поддержку проекта. Есть ссылки на источники. Сейчас приложение доступно для пользователей самой популярной операционной системы Android. Вы можете найти его в магазине приложений Google Play, по таким ключевым словам, как «Овсянкин», «Мобильный гид», «Гид Архангельск». Приложение представляет интерес для горожан, туристов, может быть использовано в учебном процессе, а также будет способствовать воспитанию патриотизма и привлечению молодежи к краеведению. Мы с вами почти на пороге. На пороге кабинета. Многие из гостей, присутствующих в зале, помнят его именно таким. Каждый вечер на столе кабинета загоралась покрытая латунью старинная лампа с абажуром из двуслойного стекла. Культовая лампа 30-х, 50-х годов. Сталинский ампир. Подарок тесте Ивана Александровича. Свет словно пробивал историческую тьму. В свете лампы торжествовала его величество и история. История купечества. Лесофильных комбинатов. Учебных заведений. Денежных знаков и архангельских улиц. Вновь на соборной площади высаживались интервенты. Поднимали восстания против большевиков шенкурские крестьяне. Возвращались к семьям реабилитированные. Выходили из обвения именно героев-земляков, участников Великой Отечественной войны. Пальцы бегают по клавиатуре. И исторические события из памяти народной, из архивных документов переходят на страницы новой книги. Автор творит до утра. Представляем кабинет выпускника университета, сотрудника его библиотеки, почетного доктора университета, почетного гражданина Архангельска и Шенкурска, патриарха краеведения Евгения Ивановича Овсянкина. В процессе создания кабинета специалисты библиотеки старались восстановить его обстановку. Обои, пол, потолок, расположение окна воспроизведены максимально точно. Первыми нас встречают часы. Год назад мы с вами запустили их на главной сцене нашего здания. Рассказали их историю. Сейчас часы ходят, живут в окружении привычных для них вещей. С теми вещами, с которыми они прожили десятки лет. Сервант Эрих. Производство города Анклам ГДР. Дата изготовления 17 апреля 1963 года. Со знакомой всей семье Выбойной, полученной от упадения одной из книжных полок. Пишущая машинка. 71 год тому назад Евгений Иванович принес ее в дом. На ней напечатаны рукописи 18 книг и брошюр, среди которых Архангельский комсомол в первые годы советской власти, Поединок в Северной тайге, Первые издания имен Архангельских улиц, Денежные знаки Северной России, Огненная межа. Работа на печатной машинке приносит особое эстетическое удовольствие. Многие признаются, что для них важно видеть перед собой бумагу. А запах краски, характерный тук-тук, которым сопровождается написание каждого нового предложения. Ковер. Большая часть обстановки кабинета — это оригинальные вещи, принадлежавшие Евгению Ивановичу. Долгое время Евгений Иванович трудился за старым письменным столом, у которого не выдвигались ящики и были расшатаны ножки. Но уговорить его сменить старый стол на новый было трудно. «Неважно, паренек, на чем ты пишешь, важно, что», — утверждал Евгений Иванович. Компьютер в рабочем кабинете появился в конце 90-х. На нем набраны тексты многочисленных статей, книг, в том числе «Архангельск Купеческий», «Завод на Северной Двине», «На изломе истории», «Письма моей юности», «Тихая моя родина», конверты, письма. Историк вел обширную переписку и до появления электронной почты в год отправлял до 100 писем по России и за рубеж. Картины, подарки от земляков-шинкурян, фотографии, люстра, академическая шапочка и мантия почетного доктора Поморского государственного университета, ныне САФО имени Ломоносова. В 1997 году шапочка и мантия были вручены Евгению Ивановичу за заслуги в области разработки актуальных проблем северного краеведения. И сейчас на экране вы увидите видеозапись с того далекого 1997 года из театра драмы, где Евгению Ивановичу было вручено звание почетного доктора университета. Я рада гордиться тем, что мне присвоено звание почетного доктора Поморского университета и Моносова. Решу спасибо всем вам университету и обещаю вам всем ученым заведом не быть только почетным, почему быть действующим доктором пришли встать и продолжать активно работать. Дорогие коллеги и дорогие допустим и все поколения. Я поздравляю вас с теми под именем студентов старшего поколения и о том работающие за ректором Ивановичу и университет успехов на многие-многие лета во славу учизны. Будьте здоровы и счастливы. Казалось бы, в кабинете уже не должно появиться новых вещей, но три месяца назад в библиотеку пришел Андрей Викторович Репневский и а впрочем давайте предоставим слово самому профессору Репневскому. Нам было такое пришел когда встал вопрос о создании реального кабинета камеродействия то я вспомнил вещи, которые забыл забыл надолго все в год как раз смерти летом я возвращался из Норвегии и там незадолго до отъезда получил вот такую коробочку она здесь лежит этой коробочкой сохраним интрибу хотя бы сказали что внутри находится и сказали передайте Евгению Ивановичу в знак глубокого уважения от человека который с ним сотрудничал а у него много знакомых было и людей которым он как раз писал письма он наверное один из представителей последних вот жанра писем это сейчас такой жанр уже умер жанр смс возник и вот мне передано было это а когда я приехал оказалось что он уже умер передать некому вот у меня это несколько лет лежало так на почетном месте я не знал что с этим делать ну вот теперь знаю вскрывать то можно открывайте еще порву отдох вот такая коробочка очень красивая подарочная и там внутри я уверен предмет который именно норвежское рождение изобретение а именно сыр язык как сыр язык и теперь я расскажу тайну кто мне подарил не мне а просил передать это Татьяна Лили Лили она живет там и переводит с норвежского на русский многие статьи научные книги и переводит очень хорошо вот она все время переписывалась по разным кривейческим делам с Евгением Ивановичем и в память о своей дружбе с ней передала вот этот эту сырорезку изобретение чисто норвежское я думаю что в рабочем кабинете все таки найдется место для этого последнего можно сказать предмета и подарка который поступил при жизни но дошел до него но дошел уже до нас после его смерти вот все что я хотел сказать пожалуйста Андрей Викторович мы просим вас отменить конечно куда положить интерес посмотрим за рабочим самым а там найдется не что-то в ну вот через пять с небольшим лет дар из Норвегии обрел свое место в кабинете ученого кабинет это прежде всего книги домашняя библиотека историка насчитывала свыше двух тысяч томов в 90-е годы в память о своем первом общественном поручении книга ноши небольшую часть книжной коллекции Евгений Иванович передал в Тарнянскую сельскую библиотеку что в Шенкурском районе часть книг перевезена им была в деревню Феолова где он проводил лето большая же часть завещана университету это на сегодня 1316 экземпляров готовится к передаче редкие книги входившие в состав его фонда супруге редактору многих книг Евгения Ивановича Лидии Ивановне Климовой передающей университету обстановку рабочего кабинета и книжную коллекцию ученого мы предоставляем слово Лидия Ивановна 35 лет проработала в Поморском госуниверситете на кафедре русского языка пожалуйста свою книжную коллекцию Евгений Иванович завещал университету где он учился где он выступал с лекциями с научными докладами оппонировал на защите диссертаций и в библиотеке вуза он конечно провел немало часов я думаю счастливых часов в кабинете представлены личные вещи Евгения Ивановича несколько фотографий и регалии регалии такие почетного доктора университета почетного гражданина Архангельска и Шековска прежде всего и больше всего конечно интересно книжная коллекция книжные издания в этой книжной коллекции имеется 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 сейчас извините имеется собрание сочетаний собрание сочинений притом мы привыкли считать собрание сочинений это произведения художественные это художественная проза или там сборники поэтические а в нашей коллекции ну коллекции Евгения Ивановича представлено несколько коллекций несколько собраний сочинений замечательных историков 19 века Ключевского Костомарова Соловьева ну и конечно художественная литература тоже представлена здесь мы можем найти немало книг которые в которых содержатся дарственные надписи историки краеведы часто очень менялись книгами и поэтому если Евгений Иванович получал книгу с дарственной надписью то он не мог не ответить так же вот по-доброму всегда внимательно прочитать книгу дарителя возвращая свою библиотеку университету Евгений Иванович надеялся что найдутся люди которые продолжат исследовательскую работу будут целые поколения исследователей и им понадобится эта библиотека которую мы сегодня предлагаем для всеобщего пользования или последнее что я хотела сказать что завещая свою книжную коллекцию он ну вот я уже сказала что надеялся надеялся что будут новые поколения исследователей ну а мы можем сказать что мы уверены в том что эти сочинения будут вас требованы найдутся читатели спасибо большое Лидия Ивановна ну а мы предоставляем слово исполняющей обязанности ректора Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова Наталья Васильевна Чичарина Дамы и господа уважаемые друзья коллеги дорогие студенты прошел почти год со дня открытия интеллектуального центра Северного Арктического Федерального Университета и сегодня наш интеллектуальный центр стал гордостью университета центром притяжения для гостей города для горожан для школьников здесь проходят десятки мероприятий международного федерального регионального уровня и всех гостей которые приходят в это здание встречает умный и мудрый взгляд Евгения Ивановича Овсянкина конечно его имя известно всем кто проживает в нашем регионе но гости города как правило хотят знать кто такой Евгений Иванович Овсянкин что он сделал каков вклад его в историю в развитие науки в Архангельской области я вспоминаю летнее посещение интеллектуального центра губернатором Ленинградской области губернатором города Ленинграда Полтавченко и первый вопрос который он задал в вестибюле он попросил рассказать ему об Евгении Ивановиче Овсянкине многие помещения интеллектуального центра уже приобрели свою идентичность в дни празднования пятилетия университета была открыта аудитория Святого Праведного Иоанна Кронштадтского появилась Соловецкая аудитория этот процесс продолжается и очень скоро практически у каждой аудитории будет не только будет не только свое имя но и действительно своя идентичность свои экспонаты которые будут привлекать в эти аудитории студентов сотрудников гостей мы сейчас находимся как сказал нам ведущий в читальном зале Архангельск и этот читальный зал будет привлекать посетителей библиотеки еще и тем что здесь они могут соприкоснуться с жизнью и творчеством Евгения Ивановича Овсянкина открывается кабинет музей в дополнение к виртуальным ресурсам которые сегодня уже активно используются всеми кто интересуется творчеством известного историка краеведа появился музей настоящий и это очень важно потому что он дает возможность не просто виртуально посмотреть на то как происходило интеллектуальное творчество историка но и прикоснуться к этим вещам почувствовать дух интеллектуального труда и я уверена что это только начало в развитии этого направления деятельности интеллектуального центра потому что сегодня это пример того как должна быть представлена информация об интеллектуальной элите университета о тех профессорах о тех исследователях которые внесли очень большой вклад в развитие науки разных направлений во всех тех структурных подразделениях которые вошли в состав САФУ которые работали в Архангельском техническом университете в Поморском государственном университете в ЗФИ все в Маштузе сегодня работают в САФУ я думаю что это важное событие действительно даст старт новым идеям новым проектам которые будут важной частью развития интеллектуального центра дорогие друзья как было сказано Лизе Ивановне часть предметов Евгения Ивановича Овсянкина будут подарены и будут бережно храниться в стенах Северного Арктического Федерального Университета и прямо сейчас мы просим Лидию Ивановну и Наталью Васильевну подписать договор дарения все еще один университета На одной из полок в кабинете стоят часы-ключ от города Ростов-на-Дону. Это подарок. Подарок однокурсника Евгения Ивановича, человека, с которым они прожили в комнате номер 123 или 123 в 700-ке все годы учебы. А с ним вместе они, будучи студентами, проводили послевоенную инвентаризацию фондов нашей библиотеки. Их дружба длилась с 1946 по 2010 год. Наши коллеги, коллеги из Южного федерального университета, записали интервью с профессором, доктором исторических наук Федором Ивановичем Поташевым. Отрывок из этого интервью мы прямо сейчас предлагаем вашему вниманию. 28 октября всегда был для нашей семьи праздником. Мы его отмечали. День рождения Евгения Ивановича. В этот день листали книги, письма, просматривали фотографии. А вы присутствуете при открытии кабинета музея Евгения Ивановича. Что вам сказать? Если вы пришли на открытие музея кабинета, вы почитаете моего друга. Вы тоже его друзья. Я надеюсь, что в ваших сердцах надолго-надолго сохранится память о моем друге и об этом памятнике кабинете и библиотеке. Творческих вам удач и долгой-долгой вечной памяти и активного творческого, педагогического, исследовательского долголетия. Федор Иванович Поташев, человек, которого вы только что видели, активно работает, издает книги и непременно передает их в библиотеку своей Alma Mater. Так вот, на днях он прислал как раз свою очередную работу, где оставил также дарственную надпись, посвященную как раз библиотеке имени его друга Евгения Ивановича Овсянкина. Вы можете эту книгу сейчас прямо увидеть. Кабинет — это микромир ученого. Вещи, которые окружали его, подарки друзей, книги с автографами. Нам хочется, чтобы коллекция была доступна исследователям и читателям. После постановки на учет книги кабинета музея, конечно, будут доступны и в читальном зале. В кабинете на видном месте стоит диплом общественной премии «Чаша раздумий». Евгений Иванович был почетным членом общества НОРД. Многие годы возглавлял оргкомитет премии. Очередное вручение премии состоится сегодня в ходе торжеств в честь 25-летия общества НОРД, которые пройдут в 16.30 в актовом зале здесь, в библиотеке. Ну а сейчас я предоставляю слово директору библиотеки Петру Евгеньевичу Овсянкину. Еще позавчера вот здесь, на этом месте, стояла в нашем сценарии точка. Но я позволил себе дописать сюжет, сюжет, который называется так «Успей сказать спасибо». Я написал эту фразу, взяв в руки фотографию. Фотографию, где изображены трое людей. Вот она. Евгений Иванович, Федор Иванович Поташев. Тот интервью, которого вы сейчас только что слышали. И Тамара Ивановна Кожевникова. Вот их курс. Фотография 1947 года. Вот они молодые, юные. Среди них Фруменков Георгий Иванович здесь, на первом плане. Федор Иванович за ним. В записной книжке есть телефонный номер записной книжки Евгения Ивановича. Это телефонный номер Тамары Ивановны. Набрать или не набрать, ведь прошло уже свыше пяти лет. Я беру телефон и решаюсь пригласить ее на юбилей. Очень долго идут гудки. Затем отвечает мужской голос. Спрашивает, кто звонит и почему. Представляюсь, так и так хотим пригласить на открытие библиотеки, которая расположена рядом с зданием Ломоносова 4, где тогда когда-то был педагогический институт. Мужской голос трубки прерывает меня. А я знаю. Я в 1942 году раненым лежал там в госпитале. Мне сейчас 93 года. Я лежал в палате на втором этаже. На втором этаже. Это там, где сейчас электронный читальный зал. Госпиталь номер 2529. Я вспомнил эту табличку на здании. Я 25 лет проходил мимо этого угла, где прибита эта табличка. Госпиталь 2529. И я спрашиваю, а жена ваша, Тамара Ивановна, она сможет прийти? Жена-то? Тамара Ивановна, переспрашивает он. И вот эта самая тонкая нить, которая связывает нас с прошлым. Каждого из нас, она натянулась. А он продолжает. А Тамара Ивановна уже знает. Ей Лидия Ивановна позвонила. Она готовится, и она обязательно придет. Я уже почти кричу в трубку. Университет, мы приедем за вами. А она, взяв трубку в руки, отвечает. Не надо, Петр Евгеньевич. Мы сами, мы живем тут рядом, недалеко. Мы на 75-м, на автобусе, потихоньку. И еще одна история. Короткая в моем изложении, но длина ее 68 лет. Евгений Иванович и Федор Иванович рассказывали, как они работали в 47-48 году в библиотеке над составлением каталогов. Федор Иванович сейчас 88. Евгений Иванович сегодня было бы 88 лет. А в нашем городе и сейчас живут два библиотекаря той военной поры, которые помнят Женю и которые помнят Федю, этих молодых пареньков в пижачках с короткими рукавами, работавших тогда вместе с ними. Это Ксения Николаевна Попова, мама библиотекаря во втором поколении, человека, на котором держится наша профессия. Это Елена Ивановна Тропичева. И сегодня на нашу встречу пришла второй библиотекарь. Сегодня их снова вместе свела университетская библиотека. Навстречу со своей юностью пришли солдат Великой Победы, выпускница пединститута и библиотекарь послевоенного лихолетия. Встречайте, Николай Евгеньевич Смирнов, Тамара Ивановна Кожевникова и Ольга Георгиевна Корзникова. Пожалуйста, цветы нашим ветеранам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кабинет. Кабинет как символ того времени. Кабинет как символ эпохи. Эпохи искренней дружбы. Эпохи института, о котором его выпускники и сотрудники оставили у себя чистые и светлые воспоминания. Кабинет как символ веры. Веры – будущее нашего университета. Спасибо. Петр Овсянкин. Автор сценария – Марина Ананченко. Оператор – Петр Меньшиков. Видео и фото ряд – Иван Овсянкин. В подготовке открытия также принимали участие сотрудники Интеллектуального центра научной библиотеки университета. Давайте им всем вместе поаплодируем. По прямую трансляцию организовал телеканал «Правда Севера», телеканал «ПС». Видеосъемку вели телерадиокомпания «Поморье» и медиа-центр «Арктический мост». Спасибо им за это большое. Ну а сейчас, друзья мои, мы приглашаем всех вас в гости к историку. Право впервые открыть двери в кабинет, впервые войти в эти самые двери мы предоставляем Лидии Ивановне Климовой. Пожалуйста. Ну что ж, кабинет открыт, дорогие друзья. Давайте поаплодируем этому светлому событию сегодняшнего дня, праздничного дня. Продолжение следует...